Вот на дороге стоял возле трамвайных путей и как пощемился, и мы как раз поехали, и он прям на машину прыгнул. Вчера во тьме вечерней, пасмурно подсвеченной уличными фонарями, в Екатеринбурге, на вторчермете, под колеса легковушки Вишневой Лады Калины, попал весьма и весьма странный дорожный побегушник. По свидетельству очевидцев, в районе дома с номером 27 на улице Титова, пешеход в темных одеждах неожиданно выскочил на дорогу со стороны трамвайных путей, и Калина по касательной задела мужика, уложив его на асфальт. Лада двигалась со стороны Селькоровской к улице Братской. Водитель в последний момент заметил человека на дороге, ударил по тормозам, но было поздно. Петр и Иван, пассажиры Лады, после аварии в один голос уверяли, что от сбитого гражданина исходил конкретный хмельной запах. Он в состоянии в каком был? Пьяном. Как это выражалось? Запахом. На ногах он стоит, язык не вяжет. Он стоял вообще на противоположной стороне, его встречка чуть не задавила, еле уклонилась от него. И в нас он, получается, попал. Ну, в машину, которая вверху околила. Он резко побежал? Да, резко. Мы же по своей дороге ехали. Слова Ивана и Петра о том, что сбитый был в охмелю, подтвердили и очевидцы из легковушки, двигавшейся во след колени. Даже на не особо придирчивый взгляд сбитый мужчина выглядел странновато, вроде бы полураздетый, но в одежке. В том смысле, что по теплой куртке, по виду похожей на ты, которую обычно по осени носят охранники на парковках и не только, у гражданина не было ничего, даже майки. И в ботинках он был на босу ногу. Совершенно ясно, что в столь аскетичных одежке и обувке мужик может из дому выскочить, разве что за добавкой в ближайший магазин, а вернее в ларек. С ушибами и травмированной головой сбитого пешехода увезли в 24-ю больницу, до которой было рукой подать. С места ДТП скорая уезжала без мигалок и сирены. А это верный знак того, что подвыпивший мужчина легко отделался. К слову, гаишники на этот раз не стали жезлами махать, чтобы остановить карету скорой, которая на их глазах без сирены и без мигалок пересекла войну сплошную.